ух! Отошел попить водички и такая подача сразу вот такой вот красава вторая поклевка сразу ничего себе есть и там у нас разматывают полным ходом ну что привет рыбачки и рыбаки рыбатюги на канале фидермен очередной сюжет и с вами как всегда же к чертенков итак ребятки сегодня значит сюжет по многочисленным просьбам очень много людей в комментариях написали жека покажи как ты ловишь флэтом поэтому сегодня сюжет посвящен именно флэт фидеру приехал я на озеро поповы на этом озере принципе водится карась карплин то не знаю рыба там 23 килограмма гряд пятерки попадаются но в общем будем смотреть так что приехала сегодня ловить на на флэт фидер обязательно вам покажу все тонкости я вам покажу ребята именно как я рыбачу на флэт может это правильно может кто-то скажет неправильно в комментариях напишите как ловите вы конкретно по этому но сегодня я покажу как рыбачу на флэт и ребята что хотел он сегодня показать показать что флэт это очень просто многие его бояться я точно знаю не хотят начинать ловить флэт это просто покажу вам что флэт это очень недорого покажу вам свои классные самые насадки и буквально несколько штук вообще ребята будет все как всегда легко просто доступны я надеюсь рыбно поэтому штата фидер на канале фидермен погнали хоть мне уже принципе обосновался как сюда он покажу свое рабочее место. Тут поставился док, подсака. Рюкзак мой, коробка с флэтами. Такая поводочница. Покажу вам ее тоже, ребятки, позже. Сегодня ловим двумя удилищами. Это у нас Inspiration и Sherman Pro 12 футов. В принципе, флэты уже заряжены. Село такое вот место. Водоем идет где-то шире, где-то с сужениями. Он такой не очень большой. В английском стиле очень приятный водоем. Поэтому, так как у меня уже все подготовлено, сейчас будем быстро замесим прикормку. Это сегодня все настолько легко и просто. Ее будет такое минимальное количество, что вы еще так мало прикормки и меня в сюжетах никогда не видели. Поэтому сейчас быстро замешиваем прикормку. Сегодня пасмурно, прохладно. Где-то плюс 20-22. Возможен будет дождик. Поэтому хочется по-быстрому порыбачить. Поэтому сейчас быстро корм. И в процессе я вам расскажу про насадки. Вообще, про флэты. Что, как, чему. То есть, я думаю, что будет интересно. Поэтому, ребятки, начинаем месить корм. Так, ну что, ребятки. Погнали, как я и говорил, по-быстрому с прикормкой. Сегодня все максимально. Просто с кормом. И сейчас объясню, почему. Я как бы из тех рыболовов, фидеристов, которые редко закармливают свои точки именно по флэтфидеру. То есть, я предпочитаю такую поисковую ловлю. Флэт это, в принципе, ну, та же самая соска, как вы, ну, как многие рыбачи, там, пшеном, еще чем-то. Только в таком более-менее современном исполнении. Поэтому я как бы иногда, конечно, закармливаюсь. Вы сами видели эти. Но сегодня я не буду кормиться. Здесь такой интересный водоем. Есть кустики посреди водоема. То есть, есть где рыбу поискать. Поэтому сегодня никаких стартовых закормок. Сейчас просто сделаем две флэтовых смеси. Я вам сейчас все покажу. и на них будем рыбачить. Поэтому, почему я говорил, что флэт это недорого. Вот, допустим, у нас есть такая методная смесь. Она идет в зиповом пакете специально. Сейчас мы ее откроем. Так, есть. Это у нас получается холибуд. На основе рыбной муки, ну, честно вам скажу, на водоемах уже, на наших проверено. Данная прикормка работает. Значит, вот этой вот прикормки здесь 800 грамм. Нам буквально на сессию рыболовную надо, ну, я не знаю, где-то грамм 300. Не больше. То есть, вот мы ее чуть-чуть высыпаем. Таким вот образом. Треть пакета. И спокойно себе его закрываем. В принципе, вот такой вот пачки мне хватает на три рыбалки. Поэтому, в чем я говорю, что тут не надо, короче, куча килограммов прикормки и всего остального. Значит, второй корм, который у нас сюда пойдет, это уже лично мой микс проверенный. Это я сюда добавляю просто прикормку со специей. Получается, кроме, получается, рыбная мука со специей отлично работает. То есть, ну, вот этот микс, который я, ну, проверял везде, и он везде нормально работает. Соответственно, добавляем сюда, если этого, где-то было грамм 300, то этого добавляем грамм 150. Не больше. Еще меньше нам нужна только небольшой такой аромат данной спешки. Это все нормально заворачиваем, и получается, что вот этих вот двух пакетов нам спокойно хватит на три рыбалки. Значит, сейчас это между собой все перемешиваем. И теперь по чуть-чуть добавляем водичку. Методная смесь, в принципе, очень быстро воду пьет, поэтому с ней долго возиться не придется. Ну, все. Вот смотрите, в принципе, наша смесь... Сейчас вам покажу. Наша смесь уже готова. Сами видите, буквально одна минута, и вот это вот небольшое количество. Сам по себе флет, он не очень кормоемкий, поэтому вот этого количества нам спокойно хватит на нашу рыболовную сессию. Единственное, что я сюда добавлю, сейчас я вам тоже покажу. Это тоже проверено уже. Вот такой вот пелец холибут. Мелкий-мелкий-мелкий. Это получается у нас двухмиллиметровый. Нам этого пелеца надо, ну, вообще буквально там вот на эту штуку, ну, вот так вот, жменьку добавил я, буквально вот чуть-чуть, и все. То есть, сами понимаете, вот этой вот банки, мне ее хватает, ну, так, чтобы не соврать, где-то примерно на два года. Вот такого вот небольшого добавления. Все. В принципе, вот смотрите, наш корм уже готов. Он сейчас еще немножко подсохнет. Я потом буквально чуть-чуть туда дам воды. И на этом все. Вот такая вот, в принципе. Можно это еще прикормку, конечно, перебить через сито, но я не брал с собой ни сито, ничего. Сегодня так, на минималках по вещам. Поэтому вот такая вот первая смесь у нас готова. И обычно, с рукой помою, обычно вторую смесь я делаю какую-нибудь сладенькую. То есть, в этом случае у меня вот с прошлой рыбалки еще осталась тоже методная прикормка, слива. Вот я его использовал где-то чуть больше, даже не, половину пакета. И сейчас тоже замесим небольшое количество сливки. Откроем ее. Вон, сами видите, у меня даже тазик красный. Как раз под это дело. И чуть-чуть буквально замесим сливки. Даже еще у нас прикормка останется еще и на следующую рыбалку 100%. Так, сюда же добавляем водички. И вымешиваем. Она такого красного цвета. Тут тоже есть немножко пелица уже сразу в прикормке. И тоже нам ее надо, но минимальное вообще количество. Очень-очень минимальное. Добавляем воды. А там процессы будем смотреть, что у нас работает. Потому что обычно я на флотфидерной рыбалке, как правило, экспериментирую. Но скажу так, что два фидера, две разных прикормки. Тут, грубо говоря, там грамм 300 у нас сладкие прикормки. Но слива она такая, с кислинкой. Проверено тоже. На наших водоемах отлично работает. Все. Соответственно, в эту сливу точно так же добавляю буквально жменьку пелица. Вот и все. Сами видите. Очень все просто. О, собаки прибежали. Ничего себе, сколько собак прибежало. Какие прикольные. Злые собаки прибежали. Все, собаки-барабаки, не мешайте рыбу лови. Собаки это хорошо. Собак я люблю. Так, ну в принципе все, ребятки. Потом в процессе как бы рыбалки я буквально добавлю туда там пару капель воды. Вот так вот оно у меня в тазиках и будет жить. Потому что флетовая рыбалка это не темповая рыбалка. Заброс там где-то раз в 15-20 минут. Поэтому в принципе сами видели, прикормка. Очень все легко. Ее надо очень мало. И вот в принципе вот то, что у меня здесь есть, здесь получается там 3 килограмма прикормки. Вот это вот ведерко, там по-моему 2 килограмма в нем. 3 килограмма этих при этой прикормки хватит где-то примерно на 3 рыбалки. Это минимально. Этого ведра, как я и говорил, мне хватает вот так вот по чуть-чуть добавлять практически на 2 года. Так что с прикормкой все. Сейчас заряжаем флоты и погнали рыбачить. Расскажу вам про насадки. Их тоже всего 2. Но они такие рабочие, поверьте мне. Поэтому сейчас начнем рыбачить уже. Так, ну что. Давайте начнем с насадок. Сейчас вам покажу одну из своих насадок. Любимых, которые я всегда рыбачу. Тут в принципе я вам сразу покажу. И всю свою амуницию вот. Это все мои насадки, которые я использую на карпах. Больше я не использую. Это 2 вида пелецов. Один получается холибуд красный, второй холибуд белый. То есть тоже на основе рыбной муки он уже просверлен, все как положено. Значит вот такая вот баночка. Это по папочке. В принципе без разницы, как я уже говорил, какой вкус. Мне нравится, чтобы он был желтого цвета. И еще что я использую, это вот такую вот искусственную кукурузку. Поэтому сейчас вам покажу быстро, как все монтируется. Вот этих вот трех баночек и кукурузки, она кукурузка многоразовая использования, мне в принципе хватает на весь сезон. То есть я на рыбалку езжу где-то там на карп его, ну максимум там 1-2 раза в месяц. И мне хватает ее там на сезон, бывает на 2 еще остается. Потому что пелец там растворяется в воде, там где-то минут, может быть, по теплой воде минут 25-30. А бывает еще и дольше. Поэтому хватает их надолго. Значит, вот такая вот у меня поводочница со всякими тут стопорочками, со всеми делами. Значит, сейчас заденем поводок. Поводки, в принципе, я на флете всегда использую там сантиметров 10. Я использую некрупные крючки, то есть получается, если я не ошибаюсь, это, сейчас вам скажу, по-моему, да, 10 размер, 10 или 12 крючок. Такого плана он совершенно некрупный. Разумеется, волосяная оснастка и флэт у меня получается глухой. Есть два монтажа, в принципе, флэта. Это скользящий флэт и глухой, когда вы сюда вот крепите все вертлюгом, и флэт у вас, получается, не двигается по оснастке. И тем самым, когда карп подбирает вашу насадку, вдыхая прикормку, то он как бы самозасекается. Поэтому инлайнами я не пользуюсь. Я ловлю вот именно флэтами, которые стопорятся. О, рыбка даже плечется, прикольно. В принципе, вот так вот выглядит оснастка флэтовая. Флэты потом в процессе рыбалки, коробку покажу свою, какие бывают флэты. Но это дело такое. Значит, что нам еще понадобится? Нам понадобится вот такая вот иголка. То есть тоже она недорогая, ее хватает надолго, она не ломается. То есть, ну, лучше брать иголочку потолще. И, соответственно, стопора у нас здесь есть. Поэтому, что мы сейчас делаем? Мы сейчас берем черный пелец и берем нашу кукурузку. Кстати, сейчас вам покажу, ребятки, кто пользуется всякими задиповыми. Кстати, кукуруза банановая идет. Но, мне кажется, тоже запах тут не особо дает роль. Здесь больше все-таки играет цвет. Поэтому есть вот такой вот девайс, очень прикольный. Тоже копейки стоит. Это для того, чтобы особо руки не пачкать. И можно было вот так вот подобрать кукурузку. Кукуруза, понятное дело, многоразовое использование. То есть, вот эту вот баночку я еще в прошлом году покупал. Так, и теперь иглой одеваем кукурузку. Потому что у нас кукурузка на волосе должна быть сверху. И немножко поднимать наш пелец. Поэтому вот так вот одеваем примерно. Вот так это все выглядит. Соответственно, баночку прячем. Ложим ее сюда, вернее, кладем. И теперь все, что нам остается сделать, это одеть все это дело на волос. Спокойненько с помощью иглы спускаем. Одеваем на волос. Оставляем вот такую петельку, чтобы можно было туда продеть наш стопорочек. И берем стопор. Под кукурузку, как правило, я использую желтые стопора. Они тоже там, их полно разных продаж. Но я вам тоже потом в процессе покажу, какие вообще стопорочки бывают, а для чего они используются. Поэтому сейчас мы продеваем наш стопор. Тут такая уже идет, как говорится, филигранная работа, тонкая. Так. Опа. Есть. Закрепили. И теперь подтягиваем сам волосок. Все. Вот так вот выглядит наша насадка. Смотрите. Очень-очень аппетитно. Он получается... Я уже просто знаю, как отцентрован. Не надо его мне не отгружать. Ничего. Он получается вот так вот приподнимется от дна. Крючок будет над дном, а кукурузка будет поднимать этот. Но максимально высоко он подниматься не будет. Можно, конечно, проверять в воде это все дело. Но я проверять не буду, так как этими двумя насадками, я уже, как вам говорил, я ловлю очень-очень-очень давно. Они у меня проверены. Так. Прикормка, как я и говорил, немножко подсохла. Сейчас мы ее доувлажним. Буквально чуть-чуть. Так. Так. Хорошо. В принципе, все у нас идет по плану. Так. Теперь берем нашу топтушечку. Я вам уже кучу раз показывал, как я пользовался. Но, как говорится, повторение мать учения. Забили сюда прикормку, запрессовали, ушки отодвинули. Еще добавили чуть-чуть прикормки, чтобы закрыть нашу насадку. Некоторые не закрывают ее, но мне нравится, когда насадка не торчит. Из-за этого. Ай-яй-яй. Вот, кстати, видите, не получилось. Первый раз это значит, если у вас прикормка не лепится во флет, значит, надо немножко ее доувлажнить. Чуть-чуть. Так. Повторяем быстро. Кое бывает. Так. Вложим прикормку. Прессуем это дело. Видите, еще чуть-чуть корма. И сейчас уже уверен, все будет нормально. Сейчас помою руки. Вот так вот выглядит наш флетик. Сейчас мы... Сейчас я заряжу туда сливку. Тут сверху у меня кусты немножко торчат, не очень удобно, но буду обстреливать кустики. Особо, но нигде у нас... Так, запутался за колечко. Чуть-чуть. Все. Есть. Просто сверху нависают деревья. Не очень удобно забрасывать. Но сейчас будем как-то приловчаться. Так. Все. И делаем заброс. Так. Будем стараться поближе к кустику бросать. О, отлично. Все. Ставим наше удилище. Разумеется, обязательно отпускаем, ребятки, фрикцион. Потому что мы все-таки ловим карпа. Все. Первое удилище у нас заряжено. Теперь берем нашу вторую смесь и делаем вторую насадку. В принципе, вторую я вам насадку уже показывал, но покажу ее еще раз. Размаденем сюда поводочек на наш флэт. Так. Сейчас. Отпустим немножко этот. Так. Теперь одеваю второй поводок. В принципе, у меня они практически все одинаковой длины. В чем проблема во флэтах? продается очень большое количество всего. И для того, чтобы там отобрать то, что работает, то, что не работает, надо много времени. Так как у меня в принципе опыта много, я вот вам показываю то, что я на своем опыте уже проверил. Для того, чтобы вы, как говорится, не тратили лишние деньги. Это уже за вас, как говорится, сделал я. Так что вот так вот. Так. Берем нашу иголку и сюда я поставлю половинку папчика. Вот у меня даже уже половина есть обрезанная готовая даже. Не надо будет резать. Сами понимаете, тоже этих папа хватает надолго. Сверху у нас получается папчик. Так вот мы его одеваем и поставим сюда. Там был черный пелец, сюда поставим красный пельчик. так вот его делаем. Единственное, что я сразу сделаю, мне нравится его подрезать, чтобы он был такой более-менее одинаковый. вот так буквально чуть-чуть подрезаем его. Все. Этого достаточно. Вот так вот оно выглядит. Аккуратненько очень. И это хорошо. Так. Теперь тоже его одеваем на волос. Оставляем петелечку, иголку убираем, коробку закрываем. И все, что нам теперь осталось, это взять стопорок. То есть под этот я возьму немножко другой стопорок. Есть такие, сейчас вам покажу. Совершенно маленькие V-образные такие стопорочки. Вот этот стопорок, он как раз хорошо для папчика. То, что надо для того, чтобы мы немножко его вдавили в наш попап. Так, вот так одели, поправили. И теперь прямо волосом придавливаем. О! Все! Вторая насадка у нас выглядит вот таким вот образом. Закрываем. Ну и все, ребята, вот так вот. Сами понимаете, сложного. Заняло это все там каких-то у нас там пять минут. Но я думаю, что результат будет. Сейчас чуть-чуть доувлажню. Нашу здесь у нас холибуд идет со специями. Она уже подсохла, поэтому методную прикормку надо всегда проверять, чтобы она была хорошо увлажнена. Тогда она будет нормально лепиться. Ну и соответственно кладем нашу насадку. Опять точно так же забиваем топтушечкой. Можно даже рукой что-то долепить. все. Таким вот образом у нас выглядит второй флет. И его разумеется там немножко в сторону. Там есть вот сейчас вам покажу. Есть такое интересное место между кустами. Попробую сейчас туда закинуть. Понятное дело никаких клипс, ничего. И забрасываем его с другой стороны куста. есть. Так. Ну в принципе все. Ложим наши кладем удилища. Обязательно отпускаем фрикцион. Для того чтобы нормально стравливать. Наводим порядок у нас тут. С ведерка сюда руки мыть. Ну вот как бы на этом все мои сегодняшние рассказы практически закончены о том что как надо делать. остается теперь только поймать рыбу. и в процессе покажу вам еще какие кормушки есть флетовые зачем они для чего надо. То есть мы вообще пообщаемся о флете. Сами видите что в принципе все очень очень просто. И самое главное что недорого это все стоит. Потому что обычно все думают что флет это надо кучу всего набрать. Куча попапов куча всяких каких-то пелец еще что-то. Вы сами все видели три баночки три килограмма прикормки которые хватает на три рыбалки одно ведро с пелесом которого хватает на два сезона. Поэтому флет это ребята действительно недорого. И если рыбачить вот так поисковые системы то что мы сегодня будем делать мы сегодня будем рыбу искать. я буду бросать ближе дальше левее правее и мы найдем в принципе тут я думаю ту тропу где карпик или карась или другая рыба здесь трется. Плюс у нас две разных прикормки одна слива вторая рыба со специями либо то либо то сработает разные насадки но вот эти две насадки берите на вооружение ребятки они проверены 100% поэтому теперь как говорится сидим отдыхаем наслаждаемся природой и ждем поклевку а вот уже поклевка у нас бойки какой ух какой карп слива первая сработала видите зацепил свою похоже вторую снасть да это не есть хорошо ну не крупный такой но приятный реально приятная рыбка фрикцион попускаю потому что стоит у меня шнур конечно честно говоря лучше в этом деле использовать леску но я не буду вас обманывать я просто леску шпули с леской забыл дома такой блин мелкий бойкий такой класс поднять его хоть вот красавчик сейчас аккуратненько возьмем ой-ой-ой и вторая поклевка сразу ничего себе есть и там у нас разматывают полным ходом так ну там пусть реально ждет потому что времени нет его взять ну что вот такой вот карпуня сейчас мы его аккуратно возьмем освободим от крючка красавчик красавчик садок его будем проверять у нас тут тоже был посработка нормально удилище конечно и тут есть тоже рыба ух ух да конечно ай-яй-яй-яй завел похоже блин да жалко завел в этот ну пусть постоит может выйдет да завел жалко придется наверное обрывать все обрыв ладно бывает ага ну флэт на месте это хорошо просто карпик сошел так что у нас тут ага у нас крючок поломался ну хорошо сейчас мы здесь быстро все поменяем и я если честно не ожидал такой рыбалки сразу такие поклевки ярые елки-палки прикольно мне это нравится надо туда близко кустам не закидывать получается для того чтобы он не заводил так там у нас была слива поэтому сливу и ставим так быстро слепили потому что там нам надо будет сейчас поменять поводок аккуратненько и туда так фрикцион обязательно отпускаем все теперь займемся вторым поводком там где у нас обломала крючок ничего себе нормально у нас начало рыбалки я честно говорю такого не ожидал прикольно рыба мелкая но в то же время такая сильная ничего не скажешь нужд отрезать иworks это прав этого хватит я полностью забрасывать не буду отошел попить водички и такая подача сразу рыба не крупная но такая сильная кстати хотел поговорить пока вываживаю ребята если карпа уваживать обязательно удилища держите параллельно земле воде то есть у меня сегодня федора такие медиумные специально взял чтобы покайфовать от рыбалки сегодня на вываживание ну и на на медяха в принципе если не крупная рыба и можно справляться без проблем срывай но быстрее будет утомляться ой повел в кусты а сход но ничего бывает как говорится забиваем нашу насадочку тут поклевка есть я не до рыбалки конечно знатно ух ух ну конечно все таки ошибка моя это шнур ребята надо брать лёску карп конечно и шнур это две вещи несовместимы но еще раз говорю забыл действительно просто забыл катушки шпули с лёсками поэтому так сейчас он немножко у нас отдохнет ох какой хорошенький хорошенький так сейчас может надо уход такой крупнее ребята были отпущу фрикцион если он сейчас люлей мне врежет чтоб на шнуре все принципе глотнул воздуху пацака далеко сейчас возьмем его возьмем оба ух есть есть ух крутяк какой красивый карпик спокойно спокойно все 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 тихо 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 все успокойся успокойся все успокойся вот так вот такой вот красавчик хорошенький ух садок его так ну и сейчас вам покажу чем хорошая эта насадка что ее не надо постоянно менять ее хватает здесь у вас там карпан видите типа если клюет то сразу клюет такими наплывами насадка остается никаких вопросов единственно что нужно поправить чтобы волосок был ровненько вот все и можно ее еще спокойно раз использовать я думаю что на эту одну насадку мы еще поймаем но одного карпа я так думаю что минимум поймаем еще на эту же насадка поэтому вот чем чем плюс от этого пелица всех этих папчиков не надо каждый раз менять насадку это крутяк это как говорится экономия и времени и экономия соответственно средств так ну что забрасываем как раз туда вот когда забрасывал нормально не доводит мешают деревья не заводит он кусты нормально елки-палки сразу еще поклевка ух сазанчик такой же прогонистый длинный карпик хороший елки-палки реально хороший есть ух 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 и бойки ух и бойко этот рыба но это такой серьезный рыб смотрите какой красавелла тихо 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 вот такой садок не будем мучить рыба у болит класса вот это огонь просто такая рыбалка разумеется насадка мы спокойно как я говорил используем еще раз срекцион подтяну так единственное что надо надо до увлажнить чуть-чуть прикормка потому что подсохла и и уже не очень хорошо лепится блин какая рыба сильно все они просто жесть ну там у делища до 100 грамм проще справляться чем на медях и медях а вообще тут 12 фото получается все не ошибаюсь а до 80 грамм такая удочка для ловли леща плотвы а тут карпов на нее потягать прикольно так одно я понял что не надо давать ему действовать удилища принципе гасит рывки и в кусты не давать завести он сразу же ведет кусты вот выявили моего отлично ахахахаха спокойно дружок ух ох какой а я еле я вот я промазал есть это знатно ну такие карпуньки хорошие клюют реально хорошие освободим от крючка вот такой вот крысу богу садок я садок дружище хух да ребятки знатная рыбалка ничего не скажешь так а вот папа 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 шо в берег да они сейчас поведет о есть раз мы его засечу тупу 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 уже как воблеры волосы уже насколько рука набилась после нескольких карпов он воздуха хватанул и сейчас мы его быстро-пребыстро возьмем никуда не денется лох оба есть контакт вот такой чуть помельче но хорошенький есть ох тут у меня сразу еще одна поклевка есть какие-то начали ухту зики клевать вот класса это линок ребята круто круто давай его в подсак возьмем это линь прикольная рыба интересно кстати я его давно не ловил линька такой не крупный но перчик уже растворился будем значит сейчас менять вот такой вот линьок смотрите небольшой но прикольный красивая рыба конечно очень красивая отлично туда же его рыбалку получилось у нас сегодня интересная есть ух ого ничего себе вот это вот это сюрприз опа а это ребятки у нас сомик я не знал что тут еще сомики водятся прикольно еще и сомика поймали единственно что сомик наверно заглотил по самое не могу щетки такие как-то пытаться теперь вытянуть это дело ай-яй-яй-яй там поклевка у нас тут сомик вот такой горнюня тоже в садок его и у нас тут поклевка идет ой-яй-яй такого я точно не ожидал такого клево я такого еще недели видит или это мелкая рыба есть и сомики и карпики или ны вот эта рыбалка вот такой очередной красавчик садок его да это конечно дело так навести теперь тут порядок сомик обедняги пока вытянул так но насадки все целые и это хорошо у забрасываем короче рыбачим дальше тоже сообщение рыбалка крупы круто да давненькая так по карпу не отрывался прикольная рыбалка и интересная как раз хорошо было жара сильно а потом температура спала рыба активизировалась и кормится сейчас плотным ходом просто есть кашу то какие-то тузики совсем подошли совсем мелкая рыба и даже можно не особо заморачиваясь вытягивать а это линок опять понятно это у нас линчик оба есть некрупный вот такие линки маленькие на красивые воду он такой красавчик оба попов и тут что-то потяжечка было подготовим перри насадки возможно будет тут поклевка сейчас подождем ух ух подача какая такая хорошая рыба на медиум вообще жестяк такую рыбу тянуть огонь карпу . ух 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 да есть припарковали мы четко в нижнюю губу все как положено вот такой вот очередной красавчик порадовал меня сегодня но прикольно там у нас был халибут меняем тазики местами и забиваем нашу кормушечку так что нас насадка ну еще на один разик хватит давайте как это обещал как и обещал вам покажу свою флетовую коробочку может кому-то будет действительно интересно значит выглядит на меня вот таким вот образом у меня когда есть там разные модели крючков но как я видел крупные не использую восьмерочки шестерочки и ловлю сейчас я на десятки еще мельче крючок поводочный материал есть с которого принципе и вижу поводки модный девайс интересны и соответственно теперь пошли сами флоты значит флотов но смотрите то есть у меня тут несколько видов топтух они идут под разные размеры кормушек то есть принципе вот есть еще самый маленький размер но я их с собой не брал потому что здесь они принципе вряд ли бы понадобились поэтому и вот такого плана флоты вот такие побольше флотики это для дальних забросов там у них веса 50-60 поклевка пошла коробку закончим потом смотреть ух на медиум конечно рыбу тянут но это такой хороший уже покрупнее рыба сто процентов этот покрупнее ребятки вот да он показался хороший такой хороший уже ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй блин вот так вот исход ну ладно все знаете почему потому что ребята ловлю на шнур все-таки карп это леска а не шнур ладно закончим с нашей коробочкой уже так но как я вам и показывал то есть татухи показал вот такого вот это большие кормушки они для дальних дистанций для более-менее там еще крупно рыба если надо там забросить флэт там на 80 90 метров есть вот такого плана это идут престоновские флеты тоже тяжелого веса идут 60-80 грамм тоже для дальних забросов офигенно классно летят вот такие вот флеты и довольно таки долговечные ну и такие самые ходовые флеты вот таким вот я рыбачу это флагман такие флеты делают принципе такая стандартная форма сюда хорошо влазит принципе любая насадка прячется ну и принципе все сами видите коробка минимально ничего такого особенного нету там как бы там десяток флэтов принципе чем флэтовая рыбалка прикольно что не надо всяких там огромного количества каких-то девайсов хватает буквально там 10 кормушек там пару насадочек и можно спокойно ехать на рыбалку и нормально короче ловить карпа и остальную рыбу сами видите и сон клюет и линь клюет на флет но и насадки я вам показывал как бы берите на вооружение вот эти вот два вида пелеца красный черный кукурузку по папчик и даю вам гарантию будете на рыбалке всегда с рыбой так но тем временем не тут надо освежить насадочку жалко хороший карп сошел стараюсь примерно в одно место кидать на глаз тут до того берега недалеко так что это возможно сделать кстати тоже я заметил лучше намного работает холибуд со специями чем слива рыба на него крупнее поэтому сейчас и второе удилище поставлю я прикормку забью холибудовскую что она действительно ловит рыбу крупнее там на сливу был сомик были линки а вот именно на на холибуд клюют карпики попадаются такие довольно таки хорошие карты крупная то есть рыба крупнее поэтому две прикормки заместили по чуть-чуть попробовали посмотрели какая ловит лучше и соответственно тоже можно и ловит той прикормка ух уху как всегда только отходишь от удочки сразу поклевка 5 хорошая рыба ребята хорошая ну конечно медиум управлять тяжело рыбы спешить уже не буду как прошлый раз об схода не было ух какой приподнять его чуть-чуть ой 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 я понял интересно у нас еще из-за забагрился получается уху а я думал крупная рыба в принципе такой же карпик но подбагрился так посмотрим как же ты у нас зацепился крючком забагрился вот такой вот очередной красавчик так ну неплохо неплохо уху ох и подачи конечно у рыбы здесь так на меня отошел в берег возьмем оба есть хорошенький такой карпик тут весь мирный вот такой под замужем не брать вот такой красавелла хрю-хрюшечка такая хорошенький и садок его такие поклевки все наплывами ух какой хорошенький хрю-хрюшечка такой оба есть арненька очередной хорошо хорошо же есть ух не крупный но такой бойки опять такой прогонистый сазанчик есть но уже после десятой штуки как уже говорится как теща под лед вообще без проблем вылаживается вот такой вот некрупненький но такой тузик приятный но опять очередной раз на сливу сегодня рыба клюет мельче однозначно мельче вот такая получилась сегодня рыбалочка попали на такую крутую короче просто раздачу карпа нереально я так рыбу еще никогда не ловил в таком количестве в таком темпе но сейчас принципе все клевать перестала поэтому не буду засиживаться буду ехать домой отдыхать день провели классно просто отлично сами видели насадки работают берите на вооружение миксы которые вам показал и сами понимаете что флэт фидер это действительно просто это действительно недорого и в принципе это уловисто особенно когда попадаешь на такую раздачу карпа поэтому сейчас как всегда посмотрим что поймали и будем собираться домой но рыбалка сегодня было просто умопомрачительная так ну что посмотрим что поймали вот такой у нас сегодня улов что вам сказать просто ураган полный карпики сомик есть пару леночков но сами понимаете улов сегодня просто отлично вот так вот так вот и потом будем отпускать ну что сами все видели рыба навалял просто немерено поэтому блин на класс вообще рыбалка отлично также ребятки ставь лайк подписывайся на канал кому понравилось с вами был жек чертенков это был фидермен и мы сегодня ловили карпа на флэт фида это было просто круто отлично всем пока всем добра до новых встреч субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok